Здравствуйте! Это новости на канале ННТ, в студии Факира Рамазанова и в начале коротко о главном. Коррупция в ВУЗе. Ректоры ДГТУ подозревают в хищении 90 миллионов рублей. Обналичка-преступление – это абсолютные два синонима. Все средства, капиталы используются только по безналичному расчету. Материнский капитал надежный самый. Он растет, его можно использовать, но нельзя обналичить. Почему – расскажем через несколько минут. У дагестанских животноводов лучший показатель по всей России. Подробности форума «Агро-Кавказ» смотрите в выпуске. В Дагестане более 50 тысяч бездомных собак и кошек. Правительство собирается решить проблему за счет бюджетных средств. Мошенничество на 90 миллионов рублей. Задержан ректор Дагестанского государственного технического университета Нурмагомед Сурракатов. Об этом сообщает Следственный комитет по региону. По версии силовиков, в период с 2015 по 2018 годы Сурракатов и другие должностные лица ВУЗа перечисляли деньги со стипендиального фонда на расчетные счета доверенных лиц и в последующем обналичивали эти средства. Установлены также факты подделывания подписей в платежных документах. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Дагестан продолжает устанавливать рекорды по ковиду. Абсолютный максимум по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом был отмечен в Дагестане. 3 февраля за сутки инфекцию выявили у 823 человек. Напомним, предыдущий высокий показатель 655 случаев заражения был зарегистрирован 2 февраля. С 28 января этот показатель не опускается ниже отметки 500. Тем временем специалисты советуют населению соблюдать ограничительные меры и делать вакцину. Так в Дербенте для удобства жителей продолжают работать мобильные пункты вакцинации. Желающим привиться от ковид-19 необходимо иметь при себе паспорт из СНИЛС. Медицинский специалист проведет осмотр и при отсутствии противопоказаний сделает прививку. Мобильные комплексы располагаются рядом с общественными территориями. Вакцинация проводится без предварительной записи и вне зависимости от места регистрации. На сегодняшний день в Дербенте уже привились около 38 тысяч человек. Сейчас отмечается большой рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, поэтому призываю всех жителей, горожан нашего города пройти вакцинацию от ковид-19, что вызовет коллективный иммунитет. Защитите себя и своих близких. Я вакцинировалась. Первую вакцинацию я сделала. Сейчас у меня прошел 21 день, я пришла получить ревакцинацию. Так, защищайтесь от ковида, девочки, не бойтесь, это четкого сложного нет. Я советую всем вакцинироваться от ковида. Пенсионный фонд продолжает радовать молодых родителей. Сумма материнского капитала снова выросла. Теперь единовременная выплата на первого ребенка увеличилась на 40 тысяч и составляет чуть больше 524 тысяч рублей. Более подробно об этих и других изменениях в сюжете Карима Даниева. 344 тысячи. Столько сертификатов на материнский капитал получили дагестанские семьи с начала действия программы. Сумма, полагаемая на новорожденных детей, каждый год увеличивалась в соответствии с инфляцией. И если в 2007 году материнский капитал составлял 250 тысяч, то к 2022 цифра выросла более чем в два раза. В этом году прибавка составила свыше 40 тысяч рублей. На сегодняшний день эта сумма выросла в разы и составляет 524 тысячи 527 рублей. Эта сумма полагается в том числе и тем семьям, у которых второй и последующий ребенок был рожден до 1 января 2020 года, в силу того, что эта семья либо не обращалась за получением его, либо не распорядилась этими средствами. Еще одно нововведение. Те семьи, в которых появились двое и более детей, будут получать с первого числа сумму в 693 тысячи 144 рубля. На самом деле это такая масштабная акция. Индексацию ждали. Индексацию ждали в силу того, что программа будет действовать до 2026 года. Изменения коснулись не только размера выплат. Теперь родителям не придется бегать с бумажками и справками. Все процессы станут автоматизированными. И данные о рождении детей в пенсионный фонд будет передавать сам ЗАГС. Человеку в госуслуги приходят уведомления о том, что ему назначено. И там же в электронном варианте документ он может просто-напросто распечатать. То есть вот этот человеческий фактор, он исключен полностью. У пенсионного фонда есть межведомственное взаимодействие с ЗАГСом. После того, как рождается ребенок, ЗАГС в электронном варианте эти данные направляет нам. Единственное, что в свою очередь делаем мы, мы проверяем, получал ли человек документ до этого. Потому что сертификат выдается только один раз. Если у человека есть право, ему назначают в течение нескольких дней. После чего уведомление уходит в личный кабинет. И у человека есть возможность его, как я уже сказала, даже не обращаясь к нам, он может его получить таким образом. И уже распоряжаться по его усмотрению. В пенсионном фонде также напомнили о предназначении данных денег. И затронули тему уголовной ответственности за использование материнского капитала не по назначению. Ведь обналичивание этих средств является мошенничеством. То, что очень актуально для нашей республики, это очень частая тема, поднимаемая и в социальных сетях, это обналичивание средств капитала. Итак, обналичка тире преступления – это абсолютные два синонима. Все средства капитала используются только по безналичному расчету. Все, что касается купи, продай, человек, который покупает, человек, который продает, они – соучастники. Это преступление. И с 2010 года большей частью в республике возбуждены десятки уголовных дел, в которых, к сожалению, и продавцы участвуют, и те, которые продали. Поэтому мы очередной раз призываем этого не делать. Карим Даниев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Форум «Агрокавказы-2022» прошел на площадках выставочного центра Минводы-Экспо. В мероприятии приняла участие и представительная делегация из Республики Дагестан – это фермеры-животноводы и садоводы, руководители и специалисты ведущих сельхозорганизаций, а также представители аграрных ведомств и научного сообщества. По данным Росстата, в 2020 году объем, произведенный фермерскими хозяйствами, продукции и животноводства в Дагестане составил 13 миллиардов рублей, что является лучшим показателем в Российской Федерации. В рамках выставки одним из значимых мероприятий стал форум садоводов Северного Кавказа. В 2021 году в России собрали более трех тонн плодов и ягод. В этом большая доля и Дагестана, где собран рекордный за всю историю урожай – 200 тысяч тонн. Аграрий получает возможность приехать и посмотреть, какие новинки появились, какие тренды, с чем можно идти в сельскохозяйственный сезон. Сегодня агрознание, оно выходит на передовой план и агрознание, агротехнологии, современная техника, вот несколько составляющих, которые гарантируют эффективное хозяйствование. И отрадно, что Дагестан и дагестанский агросектор в гуще в этих процессах. Более 51 тысяч бездомных собак и кошек выявлено на территории Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. В пятницу в Кабмине региона прошло совещание по вопросу организации работы с бродячими животными. В этом году на мероприятие по обращению с безнадзорными животными в бюджете республики заложено более 27 миллионов рублей. На строительство приютов для животных средства должны находить и сами муниципалитеты. К примеру, администрация Кизелюрта на эти цели намерена выделить 2 миллиона рублей. А в Дербенте возведение приюта для бездомных собак и кошек включено в программу комплексного развития города. Дагестанский тяжелоатлет Исмаил Гаджибеков стал обладателем Кубка России, проходящего в Орле. Махачкалинец завоевал золотую награду в весе до 55 килограммов. Подопечный Гусенхана Закарьяева в общем зачете набрал 216 килограмм, опередив ближайших конкурентов на 3,7 килограммов. Гаджибеков выигрывает Кубок России во второй раз. Свой первый трофей дагестанец получил ровно год назад в Старом Асколе. Также спортсмен является действующим чемпионом страны. Футболисты «Динамо» завершили четвертый зимний сбор. С 23 января команда тренировалась в Кисловодске. Здесь подопечные Горана Алексича провели 4 контрольных матча с командами 2-го дивизиона ФНЛ. Накануне в заключительной игре «Динамовцы» обыграли второй состав Владикавказской Алании 5-1. До этого клуб из Махачкалы был сильнее Ставропольского «Динамо» и «Туапсе», а также сыграл нулевую ничью с клубом «Ясентуки». Финальный этап тренировок перед возобновлением первенства страны команда проведет в Турции, где также намечен ряд контрольных матчей. Напомним, во 2-м российском дивизионе «Динамо» идет на третьей строчке и входит в круг претендентов на повышение в классе. Это были все новости на сегодня. Смотрите нас также на нашей официальной странице в Instagram и на сайте nntv.ru. А у меня на этом все. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!